эй всем привет ребята сегодня мы говорим о симбаруме но самое главное это не привет из дремучих карпатских лесов а из каких-то очень больших скандинавских темных лесов начинай даша всем привет из дремучих карпатских лесов по традиции конечно традиции так первым же делом ребят кто не в курсе я думаю что вы все знаете сегодня и всегда на веки века мы говорим про наших патронов патроны всем спасибо кто нас поддерживает это очень круто я надеюсь что мы скоро выставим какие-то большие я видел саша мне показывал по кавалерии я наверное выставлю все-таки отец который есть но который уже давно там валяется и надеюсь закончить по скелетной пехоте что-нибудь а пока новые патроны пикси пикси и ignis silenti спасибо вам огромное что стали часть нашей мастерской и надеемся увидеться на просторах наших патроновских патроновских посиделок посиделок да все верно ладно смотри что что так я потерял где-то у нас все так да у нас все есть все хорошо все на месте давай по новостям пробежимся их немного на этой неделе первая небольшая новость это ребята из фри лиги открыли приордер на новую книжечку по их настольной ролевой игре alien rpg чужой по чужому книга называется colonial marines operation manual как следует из названия эта книжечка которая позволит нам наконец-то сыграть в компанию которая базируется на вот этих колониальной морской пехоте из что да те самые ребята из 2 до окажется части когда у них вот этот пулемет такой на этой на ручке короче они такие все крутые помнишь да 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 вот так что убийцами чужих да убийцы чужих которых всех убили приордер уже открыт на сайте 41 доллар стоит эта книга это будет хардкавер в следующем году она выйдет в книге будет будут правила по созданию этих персонажей так понимаю что нам наверное дадут какие-то разные типажи соответственно этих маринов там будет техника будет оружие новое которое можно будет использовать даже фреймворк для компании какой-то целый 6 миссий все такое прикольно и мы недавно разговаривали с ваней о том что как бы сыграть в alien в компанию и мы не нашли ответ на это потому что чужой ну как бы сам сам жанр предполагает то что кто-то умирает всегда да ну то есть есть вот этот вот щелчки а как играть длительную компанию по или ну пока что я не понимаю как это должно быть чужим мне кажется что компания наверное выглядит знаешь когда все начинается с каких-то повседневных вещей и они постепенно перерастают наверное там заговоры корпорации потом в конце открывается но все равно она рано или поздно должно закончиться вот этим кульминацией какой-то когда появляется ксеноморф ладно окей дальше и получила право toho international на по франшизе годзиллы слушай это не течь не годзилла и пауэр рейнджер это не не владельцы но нет прикольно и что годзилла будет настольная ролевая игра пока что ходят спекуляции слухи потому что эти idw они специализируются на выпуске комиксов первую очередь комиксы но у них есть книги связанные с настольными играми у них были контракты раньше с связанные с дэндженс и дрэгон с пасфайндером то есть они издавали и настольные ролевые франшизы мало но издавали и сейчас вот пошли слухи о том что возможно по годзилле будет какая-то настольная ролевая игра и там они вместе с годзилла они купили также права на остальных больших монстров там kingidora и так дальше интересно как эта игра должна выглядеть симулятор этих каких-то не знаю это интересно как минимум прикольно прикольно да что у нас там дальше дальше powerhammer fantasy role play нас радуют новыми апдейтами по 4 редакции понятное дело cubicle 7 открыли открыли а при ордер точно так же на книгу которая называется archives of the empire книга это первый воум первая часть первый выпуск этой книги и стоит на 30 евро и она расскажет это коллекция сборник материалов статей дополнительных правил каких-то и лоровой информации каких-то зацепок npc которые фокусируются на каких-то аспектах именно вот игры и вообще там империи и вот именно эта книга будет фокусироваться на дворфах как как они вот живут в империи о их городах будет рассказывать о полуросликах о кланах полуросликов которые обитают в империи о их регионе в империи где они живут и будет рассказывать о эльфах которые живут в лесах лорелорна вот в лесах лорелорна да это будет ну как бы дополнительная информация какая-то будут зацепки для приключений будут какие-то детали которые вы сможете использовать в своих настольных играх ролевых и вот так вот прикольно а кроме того сейчас я кстати тоже наткнулся на этот проект недавно от джона харпера шеймбер игра да мы его наверное знаем по очень стильной обложке по эйгону это я правильно понимаю это точно это наша греческая игрушка которая кстати будет локализироваться студии 101 если я не ошибаюсь серьезно да мне кажется что есть ходят такие слухи так что вполне возможно что эта игра когда-то у нас появится в интернете это только слухи это же интересно что эйгон она как бы специально под нее он разработал новую ну как бы систему механику которая называется парагон да я так понимаю что это какое-то новое детище потому что раньше он ну как бы просто мы его знаем по blades in the dark да и соответственно ну то есть blades in the dark породили целую целое семейство игр да и теперь вот вот этот новый парагон который начался с эйгона и посмотрим потому что собственно chamber базируется на этой же системе на системе парагон и нюанс сама игра стоит она бесплатно вы можете заплатить сколько сколько вам угодно за эту игру то есть можете ничего заплатить можете 5 10 долларов неважно но вам понадобится для игры корник эйгона потому что базовые правила он использует эйгоновский то есть но интересно что тебе нужно будет корник эйгона но chamber это совсем другой другой жанр игры да потому что эйгон это игра про мифическую древнюю грецию условно от чем это игра про 60 про инопланетный сигнал который заразил телекоммуникации технологии и людей а вы играете с каким-то спецподразделением которое охотится на вот эти аномалии секретные материалы да ты игра в духе секретных материалов control эта игра недавняя вот и ну прям интересно звучит так и насколько разные сеттинги классно посмотрим кикстартер и мы не не останавливаемся про киберпанк да прям прет прям лезет изо всех щелей фраггет 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 сайберпанк все выпускают потому что скоро выпуск игры надо все да подозреваю что да фраггет фраггет сайберпанк игра которая которая можно взять за 13 австралийских долларов она не будет выходить в бумаге только в pdf что смешно и забавно чтобы быстро заработать деньги и автор так и написал типа я не хочу морочиться с печатью книг я просто напишу вам игру вы ее покупаете короче все на самом деле клёвый подход и он этого не скрывает пожалуйста там есть разные тиры на все стоят 13 баксов и просто по-разному называются это дико ржачно игра рассказывает о как бы он говорит что это предыстория игры фрагг фраггет players которая большая серия игр есть точно также и он говорит что это предыстория как бы этой вселенной далекое будущее в котором люди начали развиваться бешенными темпами и из-за того что вокруг все было они начали люди перестали делать вообще что-либо и постепенно да начала начал их генофонд деградировать и началась какая-то генная эрозия похоже на что-то да и в общем люди вымирают и вы пытаетесь вы сражаетесь с какой-то такой всемирной короче организации которая наживается на на глупых людях потому что обещает им что вылечит их всех а вы боретесь против этой корпорации и как-то вот так интересно ну очень по современному борется против смартфона вот на самом деле чтоб люди не горбатились следующее специально добавил эту игру сюда и знал что тебе понравится да я так я уже заценил следующая runes and стил должна играть нордическая музыка конечно же да почему я добавил эту игру я прочитал описание выглядит иллюстрации красивые иллюстрации рисует чешский художник дизайнеры со штатов и эта игра как несложно догадаться из названия рассказывает нам о мифической скандинавии скандинавских богах и викингах и одине и все такое но есть нюанс во-первых хардкавер обойдется вам 80 долларов но там руны там есть набор рун то есть рунных каких-то косточек и дайсов вот это важно стоит немало вторая важная штука я почитал предысторию создания этой игры мне стало смешно немножечко потому что чуваки пишут там прям прям текстом мы с ну как бы товарищем сели когда-то познакомились с настольными ролевыми играми мы начали играть в самую популярную настольную ролевую игру в мире но очень скоро мы поняли что она не подходит под то во что мы хотим играть мы хотели играть в скандинавские мифы викингов и все такое и мы начали делать хоумрулы для игры но поняли что это не работает и мы решили создать свою игру которая полностью будет соответствовать всем нашим представлениям о типа стурителлинге о том как погрузиться в мир викингов и все такое в этой игре вы сможете ролить на попадание в отдельные части тела выбирать виды ударов которыми вы будете бить противника как они могут защищаться и как вы можете защищаться а также там будет трехуровневая система крафта это все очень уникально ни на что не похоже про механику нигде не сказано что это такое но я потом прочитал что один из авторов один из авторов это фэнтези писатель а второй автор это этот мастер swordsman от хэма это всемирное сообщество фехтовальщиков короче говоря и они там получают ранги типа сколор фехтования этот как его свободный сколор ну типа средневековая гильдия короче и я знаю просто одно очень забавную штуку что все чуваки которые являются членами хема ну то есть исторического фехтования вот такими прям серьезными адептами и они начинают делать свои настольные ролевые игры это превращается в симуляторы фехтования в которые никто не играет есть как минимум the riddle of steel так называется игра написанная чуваком который из хема и в нее невозможно играть но там одна из самых наверное реалистичных систем фехтования вообще есть трон of iron throne или как-то так я короче не помню как это ретро клон ремейк вот этого riddle of steel тоже написано чуваками из схема и в это очень сложно играть по факту значит это люди когда они не впихтуют живую они садятся и играют то что они эффектуют но я не знаю как это работает у меня есть еще подозрение что это люди которые поиграли в dnd и больше ничего кроме dnd не играли они решили что надо создать свою игру как знаешь как как ни странно сколько раз я это да ну бывает уже такое ладно наверно сегодня все эти новости давай будем говорить об этой великолепной маленькой княжу личке да давай первым же делом это симбару симбару это не сумбару сумбару или и силимбару это сумбару симбару 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 от фри лиги она стала недавно только фрилига два года два года назад английское издание по моему уже полностью только на фрилиги что нужно знать про эту игру супер успешный кикстартер зафандили за 16 минут отлично интересно почему игра насколько я знаю разрабатывается в швеции по крайней мере очень давно где-то сначала 2010-х годов плюс-минус и изначально разрабатывалась компанией которая называлась ярн ринген могло ошибаться которая состояла из основных так скажем основателей было трое самых ростяных да и один из них это мартин гриб художник и иллюстратор который оформил оформил симбару симбару сумбару и кроме этого он также оформил кариолис уже для фрилиги естественно и сейчас оформляет ван ринг я не уверен что все иллюстрации в этой книге нарисованы мартином гриппом но подозреваю что да все таки да что но многие по крайней мере многие многие что нужно знать об игре во первых она очень нордическая понятно это темная фэнтези нордическая на данный момент существует на английском языке как минимум advanced players guide кроме корбука есть монстр кодекс и три компании это одна большая компания да 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 как три книги которые собираются да 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 ну есть какие-то отдельно модули они переводят и так далее давай про игру что это вообще ну кроме того что мы знаем я шутил самом начале о том что лес симбаруми лес это как бы не можно никак отделить почему да это игра про лес в первую очередь в первую наверное основную основная ее фишка назовем это так и важно заметить прежде чем приступим к самой механики разбору деталей что игра очень 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 тесно связано с самим сеттингом то есть если ты захочешь играть например в условно какое-то просто темная фэнтези европейская и возьмешь симбарум игра потеряет смысл потому что механические и лор и механика игры настолько переплетены что очень тяжело отделить что-то от другого я бы сказал будто симбарум очень похож по как ты вливаешься в игру как с рун квестом потому ты даже временный период лоровый именно имеешь 20 лет после какой-то происходящей какой-то штуки которая произошла в этом мире и ты вот там играешь вот прям вот тут вот и вот это вот происходит всегда там очень четко определенный определенный временной промежуток когда где с кем и что происходит в этой игре и вот это даже не это даже не какой-то как обычно происходит в играх когда говорят вот это такой-то год когда случились вот вот основные события и после этого мир замер в нерешительность и после этого вы как бы делаете что хотите она вот четко говорят нет у вас вот 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 этот кусочек и во время этого кусочка происходит вот это и вы действуете именно вот в этом промежутке как я если я правильно помню в лоре в этой игре произошла следующая вещь была какая-то древняя цивилизация которая собственно симбару и после того как она пропала вокруг нее вырос огромный лес этой древней цивилизации да да и вот в этом лесу собственно и происходят наши все приключения хоть странно что по лору на самом деле люди живут не в лесу они живут южнее от леса и они заходят туда выходят есть какая-то часть и мы находимся на то в том моменте ну в этом в мире что люди как раз заселили южные части от леса и начинают постепенно проходить первые части леса а где-то там в дремучих еще все осталось то что нельзя в дремучих еще не нашли все что ну да и более того это государство это молодое государство люди как бы это беженцы которые перри перебрались через горы спасаясь от какой-то страшной некроманца от некроманцера который подымает мертвяков и они сбежали через горы заселили вот эти плодородные равнины севернее них вот этот громадный лес и все это государство оно по сути живет на том что она рейдит этот лес остатки этой древней цивилизации и добывает какие-то артефакты сокровища и тому подобные вещи и вы играете как несложно ну то есть фокус игры на том что вы забираетесь в этот лес путешествуете по нему находите какие-то древние артефакты и подобные вот вещи игра очень приземленная она тут нету каких-то спасения цивилизации тут нету каких-то супер эпических квестов и подобных вещей все очень такое камерное простое вот вы забираетесь куда-то в чащобу лесную и вот выживаете боретесь там за свое существование пытайтесь что-то добыть прожить еще один день ты мне перед стримом говорил о том что ну то есть игра фокусируется на то чтобы ты путешествовал по лесу и выживал ну правил в игре собственно нету для этого да да вот к правилам мы сейчас и перейдем касательно правил я даже заметил что это наверное какой-то даже тренд в плюс-минус современном шведском геймдизайне такая очень абстрактность правил вообще в целом я читаю сим баром хоть сим баром разработан не фри лигой я ловил флешбеки на мутант year zero на forbidden lands на кариолис не на кариолис кариолис все-таки перегружен я считаю на детей в чем суть механика следующая у нас есть восемь характеристик которые описывают персонажи ловкий хитрый и так далее и так далее каждый раз когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией сложной мы бросаем d20 нам нужно выбросить меньше или равно нашей характеристики супер просто второй важный момент в этой игре кубики бросать только игроки game не бросает вас атакует вы бросаете на защиту и вы отнимать ну как бы минусу эти соответственно значение брони от полученного урона урон соответственно наносятся фиксированными значениями всегда. Важный момент, что если вы, например, пытаетесь попасть по противнику, у противников тоже есть характеристики, и у характеристик есть модификаторы, как в ДНД. Ну, то есть там от минус пяти, например, до плюс пяти приблизительно. И, например, ты пытаешься попасть по противнику, у которого модификатор плюс три ловкости. Соответственно, у тебя понижается твой порог, и тебе сложнее попасть... То есть модификатор противника модифицирует твой бросок. Вот так вот. Звучит просто. Вторая важная деталь механики — это то, что там все персонажи, они описываются еще и способностями. Способности — это что-то вроде трейтов, хитов, навыков. Все перемешано в кучу. И, например, это... Ну, давай так, чтобы не быть голословным, я вот сейчас прям отсюда и возьму что-нибудь. Вот. Witchcraft. Ведьмовство, да? Практически все вот эти трейты, они имеют три уровня. Трейт, кстати, очень похож на ходы из Apocalypse World или Dungeon World. Это, грубо говоря, что-то вроде навыка, который позволяет вам в определенных ситуациях сделать что-то, то, чего не могут сделать другие. Вот такая вот градация навыка, кстати, с Pathfinder'а второго. Да, может быть. Они давали другие значения просто. Ну, видимо, вот так вот. Что дают три уровня этого навыка? Например, Witchcraft, да, или там любого другого. Первый уровень, он позволяет вам какую-то простенькую штуку сделать, связанную с этой способностью. Второй уровень — что-то покруче. И третий уровень — там вообще что-то невероятное. Еще очень такой нюанс, что каждая из обычной ситуаций в бою персонаж может сделать просто передвижение и действие. Все. Но вот эти особые умения дают возможность делать действие реакцией, свободным действием, дополнительную атаку, например, провести. Тут может у тебя появиться бонусное действие на третьем уровне. Да, 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 да. Например, душитель, да, там, не знаю, шестое чувство, там, ну и так далее. Ритуалист. Ритуалист, да, медик. Ну, например, вот медик, да. Вы можете, чем выше у вас значение медика, тем больше хит-пойнтов, грубо говоря, вы можете восстановить другому персонажу. То есть приблизительно так это работает. И механические сложности на этом заканчиваются. То есть вся игра базируется вот на этих бросках против вашей характеристики, нужной в данный момент, и вот этих особенностях. Окей. Персонажи в игре создаются либо поинт-баем, грубо говоря, либо у вас есть фиксированное значение, которое вы распределяете по характеристикам, и есть как опциональное правило, вы можете наролить себе характеристики. 2D6 плюс 3 и наролили характеристики. Более хардкорный метод. Дальше. После этого вы можете выбрать класс персонажа и расу персонажа. Расы тут есть, да, люди, причем это люди из этого королевства или варвары. Которые из леса. Которые, да. Местные жители, которые жили здесь изначально. И считается, что это, они произошли от этого древнего королевства, Симбарум. Подменыши. Подменыши. Эльфы, так называемые, которые следуют стальном, закону стали, который гласит о том, заключенный с людьми когда-то там тысячи лет назад, о том, что люди не имеют права заходить в лес. И теперь эльфы, как бы, дикие, жуткие чуваки, которые живут в лесу и убивают всех людей, которые туда забираются. Sounds like fun. Да. Огры. Да. Огры. Классические огры, ничего особенного. Гоблины, которые живут по 20 лет. И все. Все. Ну, ченджлинги, там эльфами, по-моему, нет. Ну, ченджлинги, да, ченджлинги. Ченджлинги, огры и гоблины только. Вот расы дают вам на выбор одну из двух, один из двух трейтов. Например, ченджлинги, они могут менять образ, как один из своих трейтов, да. И точно так же он делится по уровням. Вы можете поменять образ там человека, которого вы видели там один раз, грубо говоря, и на чуть-чуть. На втором уровне вы можете чуть дольше, чуть более точно его мимикрировать. И третий раз вы можете там чуть ли не на целую сцену изменить полностью облик там от любого человека. Ну, условно. Есть классы. Классов здесь в игре, чтобы не соврать, даже не классы, это группы классов, что ли, как-то так правильно будет сказать. Их в игре... А архетипы, вот, архетипы. Их три. Очень классические. Воин, Мистик и Плут. Я сейчас так думаю, вот мы сейчас говорим об этом, и меня наконец-то понял, что мы когда-то говорили о Scavengers, который недавно вышел, и это... Они просто взяли отсюда идею. Это что же скандинавская игра? И у них... Они же сделали группировку архетипов ДНДшных, и они их сделали Warrior, Mystic Rogue. Ну, это, мне кажется, настолько... Я не знаю... Ну, это эссенция, эссенция, да? Ловкий, сильный, хитрый. И хитрый, да. Ну, или умный, да? Умный. Мудрый. Вот. И каждый из этих... Каждый из этих архетипов, он подразумевает под собой несколько подклассов. Например, для воина это будет... Берсерк. Берсерк. Это будет дуэлист. Это капитан. Капитан стража, очевидно, или солдат. Наемник и рыцарь, да? Вот для мистиков это... Каждый из мистиков представляет один из видов волшебства. Их там четыре в игре. Это ведьма. Это... Как это? Волшебник. Чародей. Чародей, наверное, да? Колдун. Во, колдун я бы так назвал. Теург. Это жрец. Это жрец. Условно, да? Волшебник. Волшебник. И селфтлот мистик. Селфтлот мистик это самоучка. Самоучка-волшебник. Да, который, по сути, может выбирать способности любого из этих классов. Но игра говорит, что он более подвержен Корабшину. Корабшин это важная часть игры. Ну, я не удивлялся. Да, чуть позже. Ну, и есть Плут. Плут точно так же. Это там Шарлатан, Охотник на ведьм, Амбау, Искатель сокровищ, Рейнджер. И все. И все, да. Но важный момент, что класс, по сути, ничего вам не дает. Класс говорит, для вашего, например, для Рейнджера важные характеристики это Vigilant и Discreet. Vigilant это осторожный, внимательный, и Discreet это, как это, скрытный, типа. Наоборот. Discreet это аккуратный, а Vigilant это храбрый. Храбрый, вот, храбрый. Окей. Дальше. Предлагаемые расы на выбор. Вам просто говорят, какими расами рекомендуется играть. И подходящие способности, акробатика, бейст, лор, стрелок и шестое чувство. Но это подходящее, это рекомендуемое. То есть архетипы это больше как шаблон? Архетип это даже, у меня такое большее впечатление, что он больше привязывает тебя, дает тебе твое место в сеттинге. Лорова тебя привязывает к истории, чем вообще как-то влияет на игру. На игру, окей. Очень важный, очень такой непонятный момент. И, например, возвращаясь к волшебникам, вот этот волшебник-самоучка, который более подвержен, подвержен карапшину. Карапшин это, ну, порча. Порча это, наверное, основная тема этой игры. Лорова, заложенная в нее, заключается в следующем. Люди пришли к этому лесу, Давукару, древнему лесу, и пытаются его цивилизовать, освоить, укротить, вырубить, укротить, научиться жить в нем, отцивилизовать, как-то проложить дороги. Чем больше люди начинают, пытаются влиять на дикую природу, природа дает сдачи. И она, эта сдача выражается в том, что природа встает мрачной, жестокой, злой, и она начинает отравлять людей, превращается вот в эту порчу, которая просачивается везде. И порча влияет следующим образом. Она может превращать живых существ в природу, в порождения некие, да, и людей в том числе искажать, их портить. И человек может выглядеть абсолютно клевым, это может быть НПЦ, с которым вы тусите, он выдает вам ваши задания, а потом оказывается, что на самом деле он испорчен порчей, короче говоря. Я понял. И есть определенные механики получения этой порчи. Обычно это происходит либо под влиянием какой-то злой магии, либо когда вы забираетесь в какие-то... Слишком далеко. Слишком далеко, либо вы перебросы делаете за очки порчи, либо используете заклинания определенные, которые тоже могут вызывать порчу, либо, это классно, это мне понравилось, артефакты. Если ты используешь артефакт и привязываешь его к себе, он может отравить тебя. Окей, как властный колец. Но, например, для этого самоучки не указано никакой механики, которая говорит, почему он получает больше коррапшена. То есть там написано, что нужно быть очень осторожным, потому что они более подвержены коррапшену, но игра не говорит тебе, почему. То есть это просто на усмотрение мастера и игрока. И вот этот нюанс правил, он применим практически ко всему симбарому. То есть практически все какие-то такие важные игровые моменты, они поданы не в виде правила, они поданы в виде... Это игра о путешествиях в лес и исследовании неизведанного. Поэтому путешествуйте в лес и исследуйте неизведанное. Ну, а как это делать, непонятно. И я немножечко расстроен, признаюсь честно, потому что игра, которая говорит нам, что суть этой игры в том, чтобы путешествовать в этот опасный, неизведанный, мрачный лес. Это прям как, знаешь, без скафандра нырять в Марианскую впадину, да. Ты просто во враждебной среде какой-то должен находиться. Ты должен путешествовать по этим неизведанным землям, находить древние руины какие-то, находить какие-то источники древнего волшебства, магии, артефактов. Но игра не дает тебе никаких инструментов для того, чтобы это делать. И, ну, понятное дело, вы скажете, ну, я как ведущий могу сказать, что, ну, вот тут есть руины, в них там лежат какие-то там сокровища, идите туда и найдите их. А знаешь что, мы сейчас, ну, мы сейчас долго думаем, я вот сейчас перерабатываю всегда, мы когда ведем эфир, всегда такое, знаешь, как можно понять какую-то вещь, если сам объяснить ее, да. И мы каждый раз, когда, ну, говорим, у меня в голову приходит, то сейчас мы думаем, ну, говорим об этой игре. Ну, и эта игра, понятно, что базируется на классическом, как бы, классической маневре игры, это Keep on the Borderlands. Да. Да, то есть у нас есть пункт цивилизации, куда мы отходим и возвращаемся обратно. То есть это, по сути, эта игра предполагает то, что мы играем в какой-то, ну, не Geekscroll, ну, в какой-то вот в тип West Martians. Ну, весь суть всей этого стиля игры в том, что есть правила, которые дают тебе, как в это играть. То есть Simbarum, по сути, нам дает все, что он нам, по сути, дает, это не правило, а... Вот, или персонаж. А мир, наверное, типа, лор, это лор-книга-то, да, это не игра больше, а больше она похожа на то, что это campaign setting какой-то или что-то такое. В какой-то мере, да. Я признаюсь честно, я, у меня нет в руках книги Advanced Player's Guide, я его не читал. Может, там есть чего-то больше, может, я чего-то не знаю, ребят, но то, что есть вот в курбуке, как есть, ну, то есть, если взять эту игру, как вот есть в курбуке, она не дает вот этих ключевых, мне кажется, в таком случае элементов игромеханических, которые должны были бы дать вам experience, исследование этого леса. Например, в Forbidden Lands от Free League, где сказано, что игра базируется на путешествиях, хекс-кровле, выживании, там даны эти механики. И поэтому можно сказать, что игра, да, она об этом, потому что эти механики, они создают какой-то эффект игровой, нарратив создают и так далее. Тут этого нет, и это очень странно, я не понимаю этого, потому что, ну, важный момент, конечно, да, вы, как ведущий, можете сказать, что, ну, тут есть руины, тут есть артефакт, вот, идите и найдите его. Но это точно так же значит, что если вы хотите, чтобы этой ночью на, неважно, какую дорогу выберут путешественники, если вы хотите, чтобы ночью на них напали гоблины, они на них нападут, куда они не пойди. И это убирает из игры момент того, что, хорошо, мы исследуем этот лес, у наших решений есть какой-то вес, да, то есть, какую дорогу мы выберем, сколько мы берем с собой припасов, договоримся ли мы о проходе там с этими эльфами в лесу, да, принесем ли мы им какие-то дары, что будет, если мы наткнемся на патруль эльфов, да, или что будет, если мы наткнемся на патруль рейнджеров, которые патрулируют лес. А что, если мы не найдем это место, а что, если там не будет этих сокровищ, то есть, все это не имеет значения, потому что, если гэм хочет, чтобы так было, оно так будет, если не хочет, то так не будет, и это было бы окей в любой другой игре, но не в игре, в которой фокус на этом. Знаешь, Саш, такой вопрос вот туда поднимается, почему тогда Симбарум стал настолько популярным, перечислят, почему он в кикстартере выстрелил, и, ну, и все равно у него есть какое-то имя. Моя теория очень простая, как и у многих людей, которые нам пишут на ютубе, что, да, что вы говорите о картинках, почему вы говорите о картинках, что можно взять, выбросить картинки и показывать другие картинки, когда вы играете. Ну, ребят, это так не работает, и Симбарум, явно, чтобы его был шарм, это его арт. Да. Его арт его продал. Не то, что внутри, а его арт. Может, как-то еще плюс был о том, что был какой-то вот все-таки такой вдохновительный сеттинг, но сама игра, к сожалению, по-моему, не... Я бы мне сказал, что она как-то перевесила весы в то, чтобы... Это, я скажу так, Симбарум — это игра, которая очень узконаправлена, очень четко нацелена, она дает тебе, да, она дает тебе этот мрачный лес, она дает тебе свою простую механику, она дает тебе этот арт, она дает тебе эту атмосферу, и ты распоряжаешься этим, как хочешь. Плохо это или хорошо? На самом деле, на самом деле это все очень относительно, потому что есть гэмы, которым этого вполне достаточно, они будут с радостью водить, и игроки, которые будут с радостью в это играть, и им будет абсолютно окей. Может быть, это придирка, может, я, не знаю, слишком переборчив, и мне хочется увидеть, дайте мне этот инструмент для того, чтобы исследовать этот лес, я хочу его исследовать, но как это сделать? Если из правил исследования леса здесь только то, что на равнине у вас скорость передвижения такая-то, в нижнем, светлом довокаре, который делится на две части, которая нижняя часть более исследованная, чуть ниже скорость передвижения, а в темном довокаре, на севере, который не исследованный, еще меньше скорость передвижения. Ну, то есть, да, от этого можно отталкиваться, мол, сколько мы припасов с собой берем и так далее, но этого мало. Ладно, давай мы определим тогда, сколько мы дадим этим. Мы уже определили, что это узконаправленная игра, и сколько мы Денисов дадим на эту книжечку. Что ты думаешь, Саша? Если быть по-честному. По-честному. Твердая семерка. Твердая семерка, окей. Да, я тоже думаю, что семь, почему бы нет, Симбарум. Я думаю, что из этих семь, шесть забирают только арты и атмосферность, а, к сожалению, все остальное, это уже все остальное. Также Симбарум, дремучие скандинавские леса. Ну, я читал, что это на самом деле карта, ну, то есть Симбарум и лес, это где-то копия возле Финляндии, Питер, вот там где-то. Карелия. Карелия, что-то вот это вот, прям кто-то сопоставлял карту, я где-то читал на каком-то форуме, что это типа прям вот в один-в-один, прям вырезанная, типа вырезанная часть. А, еще, кстати, один забавный момент, что карту, карту Симбарума рисовал Йохан Нор, который дизайнер Муркборга. А, да? Ну, это все одна тусовка, я думаю, что это все такое. Так что вот так вот, ладно, ребят, будем отвечать на ваши вопросы между делом, а пока поговорим про канал и про то, что у нас тут происходит. На самом деле мы, как всегда, не спим и придумываем новые вещи. О, да! Вы, поверьте нам, пока что мы, к сожалению, не можем рассказать, что у нас в голове. Даша на нас смотрит. Да, что зачем, что вы делаете? Зачем мы это придумали? Да. Короче, есть одна новая вещь, которую, надеемся, мы скоро сможем поделиться ею. Она уже давно варится, и вам до конца года, я думаю, что это будет реально показать что-то. Так что, да, ожидайте прикольных анонсов, разных вещей. Кроме того, еще раз говорю, что в конце года, наверное, последние воскресенья, это еще не знаю, какой-то 24-25, будет «Игра и помогай», и вся неделя будет посвящена «Игра и помогай», как и в прошлом году. 26-27-го. 26-27-е, да, например, на субботу-воскресенье. Я думаю, это будет анонс, это увидим. Вся эта неделя будет посвящена этому, от 20-го до 27-го, тогда это будет у нас происходить. Будет куча игр, которые тоже скоро уже... Может, давай, может, что-то, может, какой-то маленький. Ну, ладно, давай, давай сразу, раз уж мы говорим о Симбаруме, я думаю, что прямо перед Новым годом, зима, рождественские праздники, так хочется окунуться в уютную атмосферу у камина и поиграть в что-то рождественское, оно такое, чтобы пощекотало нервишки. Так, уютно, страшненько, но уютно. Сами определите, что это может быть. Так что поиграем в такое на этом марафоне. И, кроме того, я думаю, что... Фух, я даже не знаю, что... Там, я вижу, кто-то уже почти угадал даже. И там, собственно, всё. У нас тут всё идёт мелкими шажками, заканчиваем год. Да. Надеемся... Даш, у нас будет в этом году тупо 20-20... Не 20... Мы работаем над этим. Вот. Да, алгоритм подсказал, что всё будет хорошо. Так что вот такие вот дела пока что. Ладно, ребят, если у вас есть какие-то вопросы к нам, пишите. А между делом завтра уже днём будет опубликован всюду наш второй подкаст, который вышел. Скорая ролевая. Скорая ролевая. Она была посвящена этикету игр. Да? Этикету игр была посвящена. Да? Этикет за игровым столом. За игровым столом, да. Стас Кивровёл этот эфир. И это было офигенно. Так что приходите, послушайте подкасты. Оно будет и на ВК-подкастах, и на всех остальных наших подкаст-платформах. И на нашем сайте. Ладно. Я не вижу... Тут у меня нет вопросов. Отлично. Мы можем закончить... Да, нет вопросов, можно идти отдыхать. Мы можем просто горячие ролевые закончить без вопросов. Да. Такого не было давно. Такого вообще никогда не было. Мы что-то сделали не так. Кому-то, наверное, всем нравился Симбарум, а мы не сказали, что он очень... Не, это после Киберпанка, наверное. Да, может быть. Потому что мы не сказали, что Киберпанк Ред хороший. Ребят, я тут вижу, что люди пишут, мол, мне что-то кажется... Короче, Симбарум клёвая игра, она мне нравится. Ну, типа, объективно, если пытаться оценивать вот как есть книгу, да, ну, в ней действительно не хватает многих вещей, которые бы пригодились в игре. А так, книга офигенная, я тащусь от неё, арт очень красивый. То есть, типа, поводить Симбарум, когда нечего другого водить, без проблем. Но, вот, блин, нужно как-то объективно на это всё смотреть. Что-то новое на Дискорде будет. Ой, всё будет. И новые вещи на Дискорде будут. И вообще будут прикольные штучки, я думаю. Так. Так. Шапка Топчик, говорят. Да, кстати, да, у нас шапки появились в нашем магазине. И почему я без шапки? Потому что шапку, которая, кстати, с нашего магазина лежит там. Я просто её снял, не знаю почему. Так, хороший вопрос, да. Почему мы сначала Кориоли схвалили, а теперь говорим, что это Фалафель Спейс Щит? Мы не говорим, что игра плохая. Мы говорим о том, что сеттинг вторичный. Всё, как бы. Фалафель Спейс Шит? Да, только в прошлый раз. Я Спейс Шит не сказал. Я просто говорил, что это просто Фалафель в космосе. Ребята, я люблю Фалафель. Если вы любите мясо, а я люблю Фалафель, это не означает, что я Фалафель ненавижу. Да. Так что это такое. Просто Фалафель, значит, жуткая. Ну, сеттинг сам по себе не даёт ничего. Но вопрос был, не вырывайте из контекста. Вопрос был в том, как вам, как вы, как можно, что вам нравится больше? Сеттинг Дюны или сеттинг Кориолиса? Ну и Кориолис на фоне Дюны, он выглядит как Фалафель. Вот и всё. А не, а что? Типа, игра Фалафель. Да. Слиппокер МД спрашивает. Будет ли Киберпанк 2020? В 2020 история Глена продолжится. Увидим скоро. 2020 закончится. Если его не будет, тогда не будет. Ну, вы понимаете. Угу. Так. Когда десятик, когда клинки во тьме. Клинки во тьме. Они были вот так близки для того, чтобы я их провёл. Вот так вот близки. А потом я решил, я не хочу. И всё. И всё. Так. Так. Когда будут следующие тематические недели? Может, до конца года что-то придумаем. Увидим. Нужно найти с кем-то, чтобы их провести вместе. Мне нравится вопрос. Кстати, а что с Ваней? Что с Ваней? Ты имеешь в виду с Витей. А, с Витей. А, с Витей. Что с Витей? Всё нормально. Всё нормально со С Витей. Я решил, а что с Ваней? С Ваней всё хорошо. Витя отдыхает. Да. Так. Я вижу, что Балант задаёт уже пятый раз вопрос. Стартер симбарума по 5е? Такое есть? Я не знаю, что ты хочешь узнать. Я не знаю, есть ли он. Есть ли такое? Я не знаю. Не думаю. Виталий, а в Иноа есть возможность стать нечистью, некромантом, вампиром, оборотнем и демоном? Если захочешь. Ради бога. Почему бы нет? Хочешь быть вампиром? Под пылающим солнцем? Ты серьёзно есть? Если хотят. А, окей. Ну, я имею в виду в твоей Иноа. Ну, какое моей Иноа? Я ничего не издал. Я могу сегодня сказать, что есть, а завтра сказать, что нет. Потому что это не набито на табличку. Не знаю. Да, это фанатский. Фанатский стартер. Да, есть. Я знаю. Да, я думал, речь идёт про официальный. Так. Так, что ещё? Я вижу, что iBreadinside пишет о том, что студия уже работает над Эйгоном. Регулярно об этом пишут в дайджесте. Это клёво. Круто. Угу. Когда следующий тему. Да-да-да-да. Сколько примерно будет стоить такой арт, как в Симбаруме? От Мартина Гриппа? Я думаю, где-то 500 баксов за иллюстрацию. Ну, как это его проект, я думаю, там Кешель поделен по-другому. Да. хочешь провести one ring тут спрашивать выйдет вторая редакция проведу с радостью дежурный вопрос по крауду но хороший дежурный вопрос задавай его почаще пока что мы еще не близко к этому но может другие проекты у нас я думаю что но не будет первым мы будем стрелять с какими-то другими вещами сначала или может быть 1 не знаю что происходит я понятия не имею что мы делаем больше у нас тут у нас тут капец нас всем человек а мы работаем как как будто нас тысячу дизайнеров воркшоперов я не знаю как это вы не понимаете вы не понимаете что тут происходит да мы вчера кстати сколько шесть часов тут сидели обсуждали план на крышу поехал и мы такие в конце и все орём друг на друга короче а потом такие ну что идём домой да идём домой так насколько у вас сейчас холодно 12 градусов да очень тепло сегодня прям включилась весна внезапно давно началась сейчас уже заканчивается насколько у вас холодно да когда ждать новые серии дельта грим я думаю что следующим летом если у нас все по традиции будет да есть хорошие системы под выживание менеджмент ресурсов голод и так далее там forbidden lands я бы сказал forbidden lands лучше они они проще да проще и и лучше сфокусированы на это все что за огромная синяя книжка у нас на телевизоре у нас был обзор я даже на горячих да посмотри все горячие узнать шучу это это книжка ловушек ловушечная книжка какая-то посыльная помощь кроме финансовой нужно посильная 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 помощь если ты сможешь делать в одном если один день будет длиться 48 часов это поможет до бонли прикон вышел новый тираж шиноби и я уже заказал да мне егор даже писал о том что вышел и он спрашивал можно ли запустить у нас в сообществе в дискорде новости я сказал что можно но я потом не увидел чтобы он запустил егор в чем дело уже все раскупили и он такой зачем мне так веселый геккон сашка такой немного странный вопрос если игра или игры которые ты бы в ближайшем будущем прям хотел поводить именно сеттинг направленность о да черт возьми да есть есть да но есть те которые буду водить в ближайшем будущем увидите вы видите сколько будет стоить арт как мамкином корабле мы мы слушаем так стоп мы начинаем быть экспертами по артам на для настольных ролевых игр я могу сказать сколько стоят те арты которые рисовали в этом да мы вы можете нам написать в приват консультация такая консультация будет стоить столько-то и мы вас проконсультируем сколько будет стоить то чтобы вы заплатились тому хороший бизнес не проходит бизнес правда мне кажется так это ты тогда не потратить слишком много денег ну только на нас тут должна быть строка стерео стерео шопа ладно ребят давайте еще один вопросик и будем заканчиваем один-два вопросика так а лак я вижу что еще раз спрашивает виталик мне интересно думал ли ты про но лор на тему мира духов после последней серии огней это меня очень заинтересовало привет я про мира духов думал уже давно как у меня играла великолепная дарья за персонажа шамана и она была близко связана с этим и я думал у меня были какие-то наработки и собственно и до сих пор есть и вот мы одним из них посетили сейчас в нашей игре я вижу что вопрос классный от лёхенштейн подозреваю откуда у вас столько сил и энергии чтобы после работы несмотря на семью выделять столько времени на канал и энергии вы как эта собака которая сидит в горящем доме что тебе остается делать на самом деле мы всегда тут это мы чутка уже иногда мне кажется перебор делаем в том что жалуемся что у нас нет времени и жизнь там все это на самом деле нам это в кайф и вы не делали если бы не было бы это интересно действительно нет со временем да да мазохисты да чутка на самом деле нравится это весь процесс прикольный общение с вами так что не знаю как то так вот бывает о офигенный вопрос давай фингос что главное создание сеттинга религия карта локации не описи или история концепция ребята да и давай на этом и закончим если ваш концепт отличный продвигайте его а если это еще очередная нордические фэнтези не звоните мне до свидания выключил